Муниципальная программа «Независимость» продолжает свою работу. Целый комплекс обучающих семинаров был проведен администрацией города Ставрополя. Позади несколько дней тренингов. Психологи, социальные педагоги из всех городских общеобразовательных учреждений расширяли свои знания в вопросе профилактики наркомании, курения и алкоголя. Педагогов учили деликатно рассказывать о наркотических веществах, ставя на первое место в беседах с детьми такие жизненные ценности, как семья, любовь и добро. Помочь учащимся лучше познавать себя, свой внутренний мир, научить их противостоять групповому влиянию и сформировать внутри у каждого ребенка тот самый стержень, который в дальнейшем обезопасит их от пагубных привычек. Эти навыки расширили городские педагоги на занятиях. На семинарах большое внимание уделили теме аддиктивного, то есть зависимого поведения. Оно, по мнению специалистов, формируется в раннем детстве. К примеру, зависимость появляется из-за чрезмерного просмотра современных мультфильмов, в которых на первый план выходит насилие и агрессия, а также после долгих часов игры в компьютеры и планшеты. Теряется важный эмоциональный контакт между родителем и ребенком. Дети начинают чувствовать себя одинокими. Проводить время вместе, научиться слышать и понимать своего ребенка. Один из главных советов психологов, как уберечь детей от формирования зависимого поведения. Нарушение эмоционального климата в семье часто связано с сильной занятостью родителей. На тренингах в рамках подпрограммы «Независимость» было уделено время теме синдрому профессионального выгорания. Хроническая усталость, потеря физических сил, эмоциональная истощенность – первые признаки синдрома. Человек, сгорая на работе, выплескивая все эмоции, он может быть эмоционально сухое в отношении с близкими людьми. Это может быть поведение своеобразного робота. То есть, если мы будем говорить о такой профессии, как педагог, то это возникновение такой деформации, как негативное отношение к детям. Это нехватка собственных эмоций для своих собственных детей. Продлить свое профессиональное долголетие помогут занятия спортом, любимым хобби. Будь то репетиция в хоре или танцевальной труппе. Опять же, психологи советуют больше времени уделять своей семье и детям. Это не только улучшит психологическое здоровье родителей, но и позволит наладить тот самый контакт, который способен защитить ребенка от вредных привычек. Если момент упущен, наладить отношения помогут тренинги, которые можно практиковать и дома. Один из них – арт-терапия, рисунки и поделки в кругу семьи. Через рисунок мы познаем, исследуем самих себя. На бессознательном уровне мы раскрываем свои истинные намерения, цели и желания. Через рисунок ребенок может рассказать о тех проблемах, которые существуют в его семье, в отношениях с внешним окружающим миром. Ребенок подросткового возраста, который отгораживается от взрослого человека, уже не подпускает свой внутренний мир, именно через искусство раскрывается. По мнению специалистов, одной из причин, почему подростки выбирают наркотики, является то, что им нечего терять. Жизнь кажется пустой и неинтересной. Помогают раскрыть себя, показать многогранность окружающего мира, тренинги, которые психологи регулярно проводят в школах. Так, в 24-й гимназии с 2009 года проходят занятия по программе «Сделать свой выбор. Выбери жизнь». Эта программа ориентирована на самопознание и исследование внутреннего мира. Дело в том, что программа, она разработана специалистами, именно тренинговые упражнения. И выполняя эти упражнения, детки получают навык. Навык, например, как решить проблему, как поступить в конфликтные ситуации, как выйти из конфликтных ситуаций, как противостоять групповому или индивидуальному давлению, то есть сказать слово «нет». То есть дети делятся со мной, мы вообще делаем тренинги, когда они познают ценности жизни, что им вообще дорого в жизни, и могут ли они этим пожертвовать ради наркотиков. Родители должны одними из первых заметить изменения в поведении ребенка. В помощь всегда придут школьные психологи, социальные педагоги и классные руководители. Специалисты советуют не оставлять без внимания и с полной серьезностью относиться к проблеме. Целый штат психологов и наркологов готов бесплатно и анонимно ответить на все ваши вопросы. Позвонить по этим телефонам могут и подростки. Единый всероссийский детский телефон доверия 8 800 21 22. Краевой телефон доверия 56 04 53. Краевой клинический наркологический диспансер 77 61 16.